Травмированная рысь все еще ждет операцию и новое имя. Напомним, в ночь на 10 января хищница попала в ловушку во дворе частного дома в Еккульском районе. Пытаясь выбраться из петли, она запуталась и провела всю ночь на морозе с пережатой лапой. Дикую кошку приютил зоозащитник Арэн Далакян. Он собирался ампутировать зверю лапу, но пока операцию не начинает. Почему, а также кто выбирает питомца имя, ветеринар рассказал нам по телефону. 22 числа мы выйдем из карантина по бешенству. То есть до 22 числа животные под наблюдениями должны исключить заболевание бешенства. И после этого уже можно провести какие-либо хирургические манипуляции. То есть это хирургия, это что? Это контакт с раной, с кожей, с кровью. То есть тут риск большой, поэтому мы обязательно должны это все соблюдать. Но в любом случае мы сейчас подготавливаем, то есть постепенно в рацион добавляем антибиотики и вообще укрепляющие там витамины, сбалансируемый рацион, чтобы тот же наркоз, который будет сделан во время обследования, исследования, операции, чтобы животное легко перенесло это все. Сначала мы ее обеспечиваем, полностью проверим. То есть возьмем все необходимые анализы, которые потребуются. Готова ли она выдержать вот этот наркоз? Потому что наркоз будет очень серьезный. И определим объем, объем работ, что ожидается. Вот может быть, что еще привлечем специалиста-хирурга, который специализируется по костям. С именем сейчас лидирует в соцсетях имя Марыся. Так как она, когда поднимает молоко, говорит мама. Вот эти звуки, которые гортан издают, очень похожи на маму. Но и Рыся, Марыся, как раз, когда выйдет из карантина, будет и озвучена кличка, которая общим голосованием в соцсетях, лайками победит.